Зелёный сквер на площади Октября. Сегодня его тщательно расчищают жители краевой столицы. Школьники, студенты, общественники, сотрудники бюджетных организаций собирают в мусорные пакеты, прошлогоднюю листву, ветки и мусор. Город нуждается в уборке и санитарной очистке. Чем больше людей примут участие в этих мероприятиях, тем чище будет и уютнее, и комфортнее жить. Администрация города ежегодно участвует в субботниках. Все-все-все в разных районах города. Мы пытаемся наводить порядок, стараемся и призываем жителей уважать наш труд и не мусорить. Глава Октябрьского района Юрий Асеев отметил, что субботники проходили в течение всего апреля. За это время только с улиц Октябрьского района вывезли свыше 90 машин с мусором. Фокус внимания в эту пятницу сместился на общественные территории. В частности, зеленый сквер, который в этом году попал в перечень объектов для благоустройства. За него сейчас активно голосуют жители. Данный сквер уже набрал порядка двух тысяч голосов. Уже есть за этот сквер проголосовали. Голосование будет продолжаться до 31 мая. Поэтому я призываю всех жителей неравнодушных к данному скверу проголосовать и поддержать, чтобы он набрал все-таки достаточное количество голосов. Был замечен и данная территория была приведена в соответствующее состояние. Придавали лоск не только зеленому скверу, но и всему городу. Добровольцы ликвидировали незаконные свалки, наводили чистоту в парках. Так 15 мест общего пользования сегодня кардинально преобразились. Я думаю, что порядка 40 тысяч барнаульцев принимают сегодня участие. 40 тысяч, я бы сказал, принимают активное участие в субботнике. На многих точках. Это более 60 точек, где сегодня работают барнаульцы. Всегда барнаульцы, горожане гордились тем, что наш город чистенький, опрятный, зеленый. Добровольцы активно работали в Центральном парке, Березовой рощи, а также в зеленых зонах на проспектах Красноармейский, Космонавтов, улицах Аванесова, Молодежной, Поповой и многих других. Уже в эти выходные, которые обещают быть теплыми, гулять по городу станет куда приятнее.